Теперь нам нужно далее настроить функционал добавления товара в избранный. Для этого мы установили специальный плагин. Вот он. Вот он создал вкладку. Наводим на него и список желаний. Вот в этой панельке мы должны все настроить. По сравнению с прошлой версией WordPress революции, эта панелька изменилась. Я буду подсматривать в сайт образец для того, чтобы корректно ставить все настройки. Так, смотрите, находимся в первой вкладке General Settings. Здесь включаем чекбокс. И это мы покупаем вместе. Так, вот так вот мы включили чекбокс, то есть активизировали. Далее мы переходим. Вот этот вы должны включить чекбокс. Верение чекбокс, вот этот свитч вы должны включить. Далее переходим во вторую подвкладку, вот сюда. И на сайте образце я перехожу сюда. Вы можете размещать функционал добавления в корзину в виде ссылки, но я просто выберу кнопку. Для того, чтобы отображать функционал добавления товара в избранной в карточке товара, здесь он вставляем, то есть вмещаем вон и отображать после кнопки добавления в корзину. Вот здесь выбираем после кнопки, но можете до кнопки, но тут посмотрите. Можете использовать шорт-код в любом месте, ставить с помощью шорт-кода, но лучше после кнопки. Вот здесь выбираем после кнопки, но, кстати, вот этот, я думаю, скорее всего, это даже не в карточке товара, а в превью-презентации товара на главной странице. А вот в карточке товара, вот здесь мы выбираем, где размещать данную кнопку добавления в избранное. Я также поставлю после добавить в корзину, можете после фото товара, ну вот тут разобраться. Далее, нам нужно ввести на корректные названия для функционала добавления товара в избранное. Здесь мы задаем название для кнопки перейти в избранное. Здесь надпись для товара, который уже добавлен в избранное, мы делаем добавлен в избранное. Здесь мы вставляем посмотреть избранное, а здесь мы уже в избранном вставляем. Далее. Здесь оставляем вот так, текстуал. Здесь выбираем иконку для кнопки добавления товара в избранное. Hard. Здесь тоже самое, выбираем Hard. Все, сохраняем изменения. Сейчас мы поперейдем на предыдущую вкладку, посмотрим, там сохранились. Видите, здесь не сохранились изменения. On. Снова включаем актив, активную фазу и сохраняемся. Также. Теперь переходим в первую. Во вторую, вернее, вкладку. Видите, тут все сохранилось. Теперь переходим в эту вкладку, в последнюю. Здесь нужно выбрать страницу, на которой мы будем отображать товары, как в избранном. У нас все правильно, в избранном. Здесь, значит, сейчас я на сайте образце перейду. Здесь у нас первые три, последние три чекбокса. Первые три чекбокса выделяем. И последние три чекбокса. Тут нужно определить, что показывать, какие колонки для товара, функционал, какие опции товара показывать на странице с избранными товарами. Вы можете убирать товар из избранного, если есть в корзине. Я не буду убирать. Может, клиент захочет еще что-то купить. Ну, повторить эту покупку в последующем. Далее здесь ничего не трогаем. А вот тут мой список желаний удаляем. Вот эту кнопку меняем на «Добавить в корзину». Вот так вот. Здесь ничего не меняем. Теперь сохраняем просто изменения. Еще один момент. Мы функционал с избранными товарами, то есть табличку с избранными товарами, то есть этот блок, мы хотим также ставить и на страницу слить в личный кабинет. Для этого нужно вставить специальный шорткод. Вот этот шорткод мы копируем. И затем мы переходим к странице «Все страницы». Личный кабинет изменить. Добавляем блок. Здесь в поиске должны ввести шорткод. Вот этот виджет. И уже вот сюда вставляем скопированный шорткод и обновить. Давайте перейдем на страницу, посмотрим, ставился ли. Да, он ставился. Но это мы все переведем, дизайн подредактируем. На этом настройка функционала с избранными товарами завершена.